сегодня в прогулках во времени нас ждет лидер огненного списка тюменских пожарных почему почему потому что дом по адресу улице перомайская 32 горел неоднократно пойдем ой что это у тебя на пожар собрался намекаю что вдруг до дома опять загорится так видишь в здании сейчас никто не живет она закрыта так что опасаться не стоит в 1872 году здание построил мещанин туринского уезда иван савич замятин тогда здание выглядело несколько иначе арка располагалась ровно по центру фасада и само здание выглядело симметрично и состояла из трех частей построили по проекту с дереве слава и горы чаполонского архитектор то не хукры мукры был выпускником столичной школы санкт-петербургского строительного училища ты куда поделетел небось мысленно уже по питерским улочкам прогуливаешься вот выдумщик впрочем соглашусь с тобой в этом здании еще чувствуется дух его создателя а может он и на самом деле навещает этот дом ведь своих детей городской архитектор родить не успел умер на тридцать шестом году жизни а это детище осталось интересно понравилось бы полонскому что в начале 20 века особняк перестроили и сделали из него многоквартирный дом за счет этого здание немножечко удлинилась арка визуально стала правее советское время дом по сути был коммуналкой здесь жило несколько семей да и внесоветская тоже долгое время это здание считалось домом под снос и старожилами рассказывали как один их сосед назовем его дядя вася почти сто лет назад свои 16 лет пошел получать паспорт и его попросили не прописывался поскольку он наверняка скоро переедет в новое жилье и знаешь что дядя вася в этом доме родился женился умер а дом все стоит впрочем тоже его посадит фу снесет он же памятник архитектуры и даже документ есть 1990 году здание признали объектом культурного наследия так что хоть сколько раз дом будет гореть но должен быть восстановлен кстати бывшие жильцы говорили что на их памяти дом раз пять горел это странно ведь здание это каменная может мистика какая а еще говорят что в этом здании точно были призраки и привидения а еще домовой может быть домового не подкармливали ему обидно было вот пожары и возникали мне-то зачем я же не домовой это ты себе на ум мотай хотя давай хотя это и была коммуналка жильцы свой дом любили даже считали оазисом в центре города во дворе окруженном сараями бегали дети а взрослые играли на гитаре и пели песни ну говоришь я тебе давно это было и сейчас уже ничего не напоминает о тех временах ты куда а вдруг опасно впрочем табличек с предостережением вход воспрещен нет ладно заглянем только ты вперед ужас тут все рыто перерыто словно военные действия были хотя чему удивляться здесь еще жильцы здания искали клад первого владельца думали раз господин состоятельный наверняка что-нибудь спрятал в кладке но ты-то что делаешь уже и до тебя были желающие но так ничего и не нашли то еще подземные ходы поищу а что говорят они тут были один вел к бывшему соленому складу текуть его другой к реке третий к монастырю а все тот же дядя вася говорят однажды шел по туннели со свечой но до конца не дошел побоялся что на обратный путь огня не хватит слушай ну ты рот то не разевай взорвали тот подземный ход или засыпали так что искать здесь бесполезно понравились прогулки во времени договорились через неделю покажу тебе новое старое место пока